Что, всем очередной здравствуйте! Короче, вот без 10 час ночи я не смог просто пройти мимо и не собрать эту долгожданную для себя схему, которую прям очень сильно хотел собрать, и это для меня прям очень круто. Короче, это сложно, то есть это уже пианинка действительно достойна уважения, то есть это не самая простая пианинка, которую можно было сделать. Здесь уже автор загнался прям серьезно. Короче, первое и самое главное, здесь в принципе одиночных как таковых нот нет. Ну, то есть... То есть здесь есть очень медленное повторение. То есть мы здесь при помощи первой крутилки номер один мы задаем скорость, то есть скорость проигрывания одиночных нот, то есть вот так. Ну, так же это можно использовать и как длинную нот, то есть... С большим очень затуханием. Это очень круто, то есть... То есть, ну, прикол в том, что, типа, ты не можешь прерывать эту длительность следующей нотой. Вот, то есть, так сказать, сочинить тут не выходит. Следом, то есть мы поняли, что первая крутилка у нас отвечает за скорость, за темп. Следующее отвечает за пич. То есть здесь мы настраиваем высоту нот, ну, или, так сказать, это просто... Очень точная настройка градат, ну, то есть, короче, рэперного ряда наших нот. То есть это уже полноценный пич. То есть, на самом деле, если мы поставим просто побыстрее пич, ну, темпы... Чтоб было нагляднее. Теперь... Выставляем обратно. Теперь у нас еще есть две кнопки. Первая кнопка. Это, короче, октава. То есть, тару-ра-ру. Это октава, что прикольно. То есть у нас есть... То есть режим, когда он играет с одни и те же ноты, то есть с себя, и бывает октава. Отлично. И есть еще одна кнопка. Это апт-октава. Но прикол в том, что даже по умолчанию... Здесь есть простенький арпеджиратор. То есть... То есть, за счет того, что, типа, мы включаем, какой вид нам нужен арпеджиратор, то есть он в последовательности играет сначала этот, например, октаву вверх и основную, эту октаву вверх и основную, или эту октаву вниз основную, эту. Если мы все отключим... Он просто играет одиночные ноты. В определенном питче и в темпе. Короче, задумка прикольная. Вот эту уже штуковину реально можно собрать в корпусе. Короче, повторяемость идеальная. То есть, если вы соберете, ошибок не будет 100%. То есть, эта штука повторяема на 100%. Работает как с керамическим, ну, то есть с пьезодинамиком, как и с обычным динамиком. Поэтому рекомендую обязательно к сборке. Эта пианинка уже заслуживает внимания. Дальше будут схемы и посложнее, и поинтереснее, и другого плана. Но вот пока так. Если видео... Ну, типа, вы же понимаете, что, типа, все схемы, все аннотации, все картиночки, ссылочка на оригинальный ресурс будет в описании. Если видео оказалось для вас полезным, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал там же, оставлять свои комментарии. Если хотите поддержать меня финансово, все ссылки в описании. Удачи, добра, позитива и всего лишь самого лучшего. Пока, пока.